14 октября Святая Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. Это событие, этот праздник очень любим русскому народу, потому что в русском народе глубоко почитается Пресвятая Богородица. События, которые мы сегодня отмечаем, произошли в глубокой древности, когда наши предки не были благочестивыми, но были язычниками и варварами. И в свои корабли с оружием направили на Царьград. И никакого заступления, никакой надежды уже не было православным грекам от этих варваров, которые должны были покорить это царство. И вот в Лахерне, в Храме Божьем, эти осажденные греки молились о том, чтобы Господь помиловал их и избавил их от неминуемой смерти. И произошло чудо. Святая Богородица пожалела народ православный. И вот то войско, которое на кораблях переправлялось для того, чтобы чинить разбой, оно было разметано ветром и волнами потоплено. И спасена была Лахерна, и спасен был этот Царьград. Таким образом, Божья Матерь явила милость и заступление православному народу. Казалось бы, русским православным это событие вспоминать не совсем должно быть приятно. Потому что греки были спасены, а русичи были наказаны. Но вот именно в почитании этого праздника ярко и прослеживается любовь русского народа к правде Божьей. И к Пресвятой Богородице. Поэтому для русского народа, для православного верующего сознания, истина, любовь, Господь всегда стоит выше всяких амбиций. Чудо же произошло и в самом храме, когда на всеночном бдении совершалась молитва. На этом всеночном бдении находился блаженный Андрей вместе со своим учеником Епифанией. И когда они молились, то блаженный Андрей вдруг увидел, что своды храма как бы раступились. И на воздухе и на облаках явилась Пресвятая Богородица и сняла с головы свой покров, и распростерла его над молящимися, держа его на своих причистых руках. «Святой Андрей смотрел на это, затаив дыхание, и тихо спросил своего ученика Епифаний, видишь ли ты это?» И Епифаний сказал «Вижу и ужасаюсь». Вот свидетельство блаженного его ученика, оно как раз вот и показывает о том, что Святая Дева Мария пришла на помощь людям, которым угрожала опасность и которые могли пострадать. В память об этом событии вот этот праздник был утвержден, а русский народ полюбил этот праздник, потому что ныне Пресвятая Богородица этот покров держит над православным людям и над всей нашей Россией, потому что и в нашей России до сих пор есть люди, которые любят Пресвятую Богородицу, молятся ей. И Пресвятая Богородица всегда склоняет свою милость и защищала много раз, и всегда будет защищать нашу Матушку Россию. Пресвятая Богородица Призри с небесе Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди, Его уже насади, где снится Твоя. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня Русская Православная Церковь совершает память представления к Богу преподобного и богоносного отца нашего Сергия Игумена Радонежского и всея России чудотворца, Угодника Божия, имени которого посвящен сей святой храм, Угодника Божия, который с особенной любовью всегда почитался и до сегодняшнего дня почитается нашим русским народом. И не только почитается в России, но и по всей вселенной. Из жития преподобного Сергия мы знаем о том, что он является особенным покровителем учащихся. Потому что еще в детстве грамота давалась ему трудно. И при всем своем напряжении он не мог постичь грамоты. До тех пор, пока не встретился с чудным старцем, Которого пригласил в дом своих родителей, Который, благословляя ему, дал освященную просфору И с молитвой повелел ему читать Псалтырь. И с этого времени Господь отверз разум отрока, И он стал успешно постигать преподаваемое учение. Основываясь на этом сказания и жития преподобного Сергия, Учащиеся с сердечной молитвой прибегают к преподобному Сергию, Чудотворцу Радонежскому, Прося его молитвенной помощи в усвоении преподаваемых наук. Преподобный Сергий, конечно, особенный защитник нашего православного воинства. Ведь это его молитвы. Господь вооружил княза Дмитрия Донского на противостояние несметным полчищам Мамая. И не случайно мы в Акафистном пении преподобного Сергию просим его, Чтобы он как тогда, так и сегодня Оказывал благодатную свою помощь нашему российскому воинству. Преподобный Сергий – великий помощник во всех наших делах. Ведь не случайно в Акафисте мы как обращаемся к преподобному Сергию, Призывая его великую помощь. Радуйся, Сергий, скорый помощниче и преславный чудотворче. Предстоя престолу Божию, Преподобный Сергий имеет великое дерзновение Ходатайствовать перед Богом о наших нуждах. И он просит, чтобы Господь помогал нам В различных обстоятельствах нашей жизни, Посылая и поддержку, и духовное утешение, И мудрость, и силы, и крепость. То, что необходимо человеку, Чтобы справиться с той или иной жизненной ситуацией. Вот поэтому мы и обращаемся с молитвой К преподобному Сергию Радонежскому, Великому угоднику Божию И преславному чудотворцу. Зная, что Как некогда он многих и многих Слышал молитвы и помогал этим людям Не отвратится и от нашей молитвы, И будет нашим помощником и нашим заступником. Поздравляю Здесь начальствующих, учащих и учащихся Прихожан Святаго Храма Сего С престольным праздником этого храма, Посвященного имени преподобного Сергия Радонежского. Пусть святые молитвы преподобного Сергия Простираются не только над этим храмом, Этим святым местом, Не только над нашим градом, Но и над всем нашим Богохранимым Отечеством. Да хранит вас всех Господь Покров Царицы Небесной И молитвы преподобного Отца нашего Сергия. Причастников поздравляю с принятием Святых и Животворящих Христовых Таин. Здравствуйте, дорогие зрители! Поступил вопрос, что такое мытарство и почему они так Получили такое, носят такое название? Все ли через них проходят после физической смерти? Зачем они нужны по душе умершего? Какие они, сколько во время не длятся? Что ждет душу человека после их совершения? Мытарство – это… В православной церкви Есть понятие о двух судах. Есть общий, всеобщий суд, Который состоится в конце времен, Когда Христос Спаситель Придет в обратный мир для того, Чтобы осудить мир. Но есть также вопрос, Частный суд, который каждый человек Проходит в отдельности После своей физической смерти. Когда человек умирает, Его душу принимают ангелы И относят ее… Первые три дня она находится рядом со своим телом И на третий день, После того, как душа увидит погребенным свое тело, Она относится к Богу на поклон. После этого, с третьего по девятый день, Ангела душа человеческая пребывает в раю Для того, чтобы отдохнуть от тех мучений, Которые она пережила во время смерти И после смерти, находясь перед своим гробом. С девятого дня по сороковой душа проходит так называемое мытарство. Почему называется мытарство? Мытарь в древности – это таможенный инспектор, То есть тот человек, который собирал налоги, Налоговый инспектор, таможенный инспектор, Который собирал подать для царя. Мытарство – это тоже, как бы, такие своеобразные таможенные станции, Через которые проходит душа, Для того, чтобы дать ответ за каждые свои слова, дела, поступки, мысли И даже несовершенные дела. Проходя эти мытарства, мытарями, То есть теми, кто занимается истязанием души, Являются бесы, падшие демоны. Поэтому в их вру, они тем самым, как говорит апостол, Они служат Богу, но не ведают об этом. Они думают, что они низвергают человека в бездну, Стараясь для своей пользы. Но тем самым, они, получается, они служат Богу, Тем самым, что испытывают душу человеческую о том, Чем она согрешила. Мытарство, многие святые отцы, их количество разнится. Кто-то говорит, что 20, кто-то говорит, что больше, кто-то меньше. Мытарство еще иногда сравнивают с мостом, Который находится между этим миром и загробным местом, Где пребывают праведники, Через которое проходит душа, И праведная душа проходит этот мост, А неправедная душа отправляется в бездну к бесам И с духом злобы поднебесной. Мытарство необходимо для того, чтобы определить ту степень, Какой человек в течение жизни достиг подобности Богу, Христу Спасителю. Поэтому, как говорит об этом Иван, Праведный Симеон Новый Богослов, Душа, достигавшая, приходя к Царству Небесную, Ее встречают ангелы, которые смотрят, И всматриваются в нее для того, Чтобы увидеть в ней Христа Спасителя. Если они видят в ней Христа, То они ее пропускают в Царстве Небесном. Если они не видят в ней Христа, Образа Христова, То они гонят ее прочь в бездну, Где скрежет зубов и тьма кромешная. Мытарство – это то, что мы проходим все. Кто недопроходит эти мытарства? Если верить мытарствам блаженной Феодоры, То там она задается этим вопросом к тем ангелам, Которые ее проводят через мытарство. Она говорит, что христиане все проходят эти мытарства. Единственное, что не все доходят до конца. А некрещенные даже к ним не поднимаются. Потому что, говорит, Христос в Евангелии сказал, Возойти на небо может только тот, Кто спустился с небес. Человек, принявший святую христианскую веру, Получивший святое крещение, он получает рождение свыше. И поэтому, когда его душа отделяется от тела, Он начинает свой восход от земли к небесам. И тем самым встречает вот этих злобов, Духов злобы поднебесной, Как говорит об этом апостол Павел, Который начинает его испытывать. Испытывать за те дела, поступки, которые он совершил, Которые он мог совершить и не сделал даже. Потому что бесы – это те существа, которые видят все, Можно так выразить, да, Заносят все в свои книги, запоминают. И для того, чтобы потом, Когда мы будем проходить эти мытарства, Это все вспомнить и предъявить нам, Как можно пройти эти мытарства? Только через покаяние, Через искреннюю веру, Через участие в духовной жизни И участие в церковных таинствах. Не случайно наш благочестивый народ говорит, Что человек, который в день смерти причастился, Он проходит их, как молнию, Через, как молнию, То есть моментально. Поэтому нам с вами необходимо жить со Христом, И тогда, когда мы будем проходить эти мытарства, Ни на одном из них мы не задержимся. Поэтому будем с вами стараться прибегать К спасительным таинствам, Исповеди, причастия, молитве, Посту и соблюдать те заповеди, Которые нам заповедовал Христос. Потому что большая часть этих мытарств, Они именно связаны с теми словами, С теми словами, которые говорил Господь Евангелие. Поэтому нам необходимо с вами, Дорогие братья и сестры, Читать Евангелие, Знать его и исполнять его в жизни. Нас спрашивают, Что такое страсть? Чем она отличается от сильного желания? Бывают ли хорошие страсти С точки зрения православия? К примеру, страсть к учению, Страсть к молитве. В чем опасность страстей? Какой вред они могут принести человеку и его душе? Нужно ли исповедовать страсти? В чем разница между страстью и грехом? Что хуже? Испытывать страсть – это уже грех? Как лучше бороться со страстями? Вот в этом вопросе нужно сразу различить Понятие страсть с христианской точки зрения И, скажем так, общеупотребительное, наверное, понятие страсти. В нашем русском языке очень часто происходит Семантическое размытие понятия слова. Вот мы говорим слово «любовь». И каждый из людей может понимать это слово по-своему, Вкладывать свой смысл. Так вот, с церковной, с христианской точки зрения Страсть – это укоренившийся грех. То есть это уже вершина греха. Это нечто такое, что владеет человеком. Чтобы было проще понять, Можно привести вот такой пример. На примере пьющего человека. Вот грех – это когда человек один раз выпил, Напился до пьяна, да, И вот, ну, потерял, скажем так, свое лицо. Это грех. Это одномоментное нарушение заповеди Божьей. А вот если человек продолжает совершать этот грех, То есть продолжает периодически напиваться, Он становится алкоголиком. И у него появляется страсть к алкоголю. То есть страсть – это уже укоренившийся грех. И вот как раз страсть-то гораздо серьезнее, да, И излечить, потому что она овладевает полностью человека. И вот если мы задаемся вопросом, Чем страсть мешает человеку? Да, вот опять же представим на нашем примере. Человеком обладает страсть к вину. Человек умирает, попадает в рай. А в раю-то вина нет. И то есть способа удовлетворить свою страсть человек не имеет. И, соответственно, он мучается, Потому что он не может удовлетворить свою страсть. И отсюда выходит, что ад человек носит сам в себе, В своей страсти этот ад заключен тем, Что человек становится рабом греха. И вот этот грех, конечно, к человеку приходит Исподваль, маленькими шажками. Есть такая христианская наука, аскетика. Она как раз посвящена борьбе со страстями. И она говорит, что есть шесть шажков к греху. Это и прилог, это сочетание, это сосложение, Это принятие решений, это сам грех. То есть начинается все с какой-то мысли. Если мы уж говорим на примере, опять же, пьющего человека, Приходит некая мысль. Неплохо бы выпить или выпить много вина. Это еще не сам грех. Это просто пришла некая человеку мысль. Если эту мысль человек отгонит, никакого греха не будет. Но вот дальше начинается, человек принимает эту мысль. Начинает думать, а да, вот как бы хорошо было бы выпить, Как весело бы, может быть, мне было бы. И потом начинается уже, он идет в магазин, Он покупает это вино, он напивается, он совершает грех. И вот если, как мы уже говорили, этот грех будет повторяться часто, Им овладеет страсть к вину. И любая страсть, она входит, как бы, опять же, Маленькими шажками. Через грех, через постоянное совершение какого-то греха, Будь то страсть серебролюбия, Будь то страсть блуда, Будь то страсть гордыни, Любая страсть мешает человеку, В чем ее опасность? Мешает человеку встретиться с Богом. Потому что получается, что человек — это раб греха. И этот грех постоянно будет его мучить, Пока человек не победит эту страсть. И как раз мы приходим, для чего мы причащаемся, Для чего мы молимся, Для чего мы соблюдаем посты? Чтобы как раз укрепить свою волю, Чтобы в таинствах получить благодать, Для того, чтобы можно бороться было и с грехом, И с теми страстями, которые у каждого из нас есть, И которые могут нам помешать как раз быть в Царстве Небесном. Есть в обиходе такое выражение, Господь разговаривает с человеком голосом совести. Это так? И если есть очень совестливые, честные люди, Но неверующие, Которые не ходят в храм, Не посещают богослужения, Можно ли их считать праведными? Действительно, есть такое выражение, Что голос совести — это голос Божий. Наверное, это отчасти так, Но больше все-таки Это именование такое все-таки педагогическое, Чем догматическое. Потому что Господь, Он может разговаривать с человеком по-разному. Ведь все, что происходит вокруг нас, Это все голос Божий. Просто голос Божий, который Доносится до нашего сознания через промысел его. Ведь когда мать воспитывает ребенка, Она пытается научить его вразумить Всеми средствами. И лаской, и добром, и заботой. И все, что делает мать по отношению к своему ребенку, Когда учит его жить. Это называется заботой материнской любовью. Можно сказать, что это голос матери, Который выражается в ее любви. Которая, по сути, есть деятельная забота. Вот поэтому, когда мы говорим о том, Что голос Божий, Вот что это такое, Как он может являться, Через совесть или как-то иначе. Безусловно, и через совесть, И другими различными способами. Поэтому здесь, Если мы ограничимся только вот такой формулировкой, Рассуждая на эту тему, То мы не получим полной картины. И естественно, не имея Различных дополнительных условий, Не сможем сделать правильный вывод. Может ли такой человек быть праведным, Если он совестливый? Дело в том, что праведность, Это ведение правды. А ведение правды, Это знание правды. А знать, это значит, Обладать. Правда, в высшей своей степени, Это святость. Это Господь. Поэтому получается, Что затрагивая тему Совестливости, праведности, Мы неизбежно приходим к пониманию, Кто есть Бог, И в каких отношениях Стоит человек к Богу. И если человек Просто лишь Высоконравственный, Как мы привыкли говорить, В границах общечеловеческих ценностей, То ведь может быть Этому совестливому человеку Совсем Бог и не нужен. Может быть сама совесть И его мнение О нравственности Делается его кредо. И таким образом Господь выпадает Из сферы деятельности, Из поля зрения этого человека. Поэтому говорить о праведности, О знании правды, И тем более об обладании, Единстве с правдой Не приходится. Человек, который Действительно По своим качествам Положителен, То есть он Безупречен, как семьянин, Трудолюбив, воздержан, Социально Благополучен во всем, Ему можно поручать Какие-то ответственные мероприятия. Такой человек не будет праведным До тех пор, пока не посвятит Все свои достоинства Господу. Ведь В жизни каждого человека На первом месте должен быть Господь. И Все, что имеет человек В своей жизни, Он получает от Господа. Нельзя сказать, что человек Это я получил, я достиг. Господь говорит, без меня Не можете творить ничего. Значит, человек Должен понять, Что Используя те дарования, Которые он имеет, Бог Помог ему приобрести То или иное. И поэтому В любом случае Праведность Она будет Истинная В том случае, Когда человек Посвящает свою жизнь Господу. И все, что есть Самое лучшее в человеке Все это есть В личности Иисуса Христа. То есть Любой человек Если он Имеет какие-то Достоинства Нравственные То безусловно Все эти Достоинства Есть в личности Иисуса Христа И Каждый человек Имеет возможность Совершенствовать Свои качества Подражая Христу. Поэтому Я думаю Отвечая на этот вопрос Вот Используя Те условия Которые мы Сейчас упомянули Для ответа на этот вопрос Мы должны сказать Что Действительно Голос Совести В человеке Это голос Бога Тогда Когда Человек Ставит Перед собой На первом месте Бога И Желает Подчиниться Ему Вот в этом случае Такому человеку Открыт путь Для праведной жизни А станет Он праведным Или нет Наверное Это будет решать Сам Господь А нас Учит Евангелие Говорить Что Мы Рабы Божии И рабы Непотребные Сделали то Что должны были делать А ведь Можно сделать Еще лучше Поэтому у каждого человека Есть потенциал Который он Может развивать В течение всей своей жизни До последнего дня Вот к этому нужно И стремиться И если человек Имеет Совесть Чуткую Молитвенную И жизнь Святую Тело Которое Утончено Воздержанием То можно Говорить О возможности Что Бог В сердце Этого человека Живет Субтитры